А вот большинство из нас в эти дни мечтает как раз о повышении уровня воды в Екатеринбурге. Город изнывает от аномальной жары. Обещанный на сегодня дождь пока не случился. Он бы хоть стополиный пух прибил, который делает жизнь еще сложнее. Особенно аллергикам. Вместе с ними мучаются и офисные сотрудники, на предприятиях которых строгий дресс-код. Ведущие новости, кстати, не исключение. Анастасия Довга попыталась измерить среднюю температуру по офисам и спросила совета у стилистов, а как совместить неприятное с полезным. В этой компании сотрудников каждый день встречают по одежке. Дресс-код здесь един и зимой, и летом. Строгие брюки и рубашки с длинным рукавом для мужчин. Юбка не выше колен, колготки-деловая блузка для женщин. Офисные работники уже привыкли и даже в жару не кипятятся. Так как мы занимаемся серьезным делом и серьезно подходим к своей работе, к своим должностным обязанностям, в связи с этим мы относимся серьезно к своему внешнему виду. А здесь к своему внешнему виду серьезно не относится никто. Даже начальство. Яркие майки, шорты, шляпки, босоножки, антиделовой дресс-код. Но по словам руководства, лето в офисе еще не означает лето в голове. Наоборот, свобода в одежде только помогает работе. У нас по состоянию души. Вот я сегодня встала, хочу так. Мне так хочется. С вечера вообще о другом думала. А вот с утра так и сорок раз переоделась. Наверное, так все девочки одеваются. И слава богу, нам руководство позволяет самовыражаться. Но если легкомысленный внешний вид – табу для сотрудников, от жары стилисты советуют им спасаться с помощью тканей. Подойдут шелк, лен, вискоза и даже тонкая шерсть. Но лучший вариант – хлопок. На лето это более комфортный материал, чем, допустим, традиционная шерсть. В нем не так жарко. Но стандартный хлопок мнется. А вот хлопок в рисунок, хоть и мнется, но на нем это незаметно. Правда, многие компании с повышением температуры все же закрывают глаза на детали. Например, сотрудникам временно разрешается забыть про колготки и сменить туфли на сандали. Главное – соблюдать офисные приличия. Горожане к этому относятся неоднозначно. Организации, которые работают с клиентами, они должны как-то выглядеть соответствующе. В шортах неудобно все равно, смотря куда идешь, если встреча какая-то деловая. В любом случае шорты же не оденешь, правильно? Нам нужен кондиционер хороший в офисе, а так все зашли. Я бы за то, что вообще бы все только в нижнем приехали. Впрочем, париться на работе сотрудникам офисов осталось недолго. Грядет понижение температуры, а значит все мысли горожан вновь будут заняты работой, а не внешним видом. Анастасия Довгая, Новости 41-го канала.